Привет! Сейчас специально для канала Все о стиральных машинах и для сайта mashmaster.ru я расскажу, как вернуть форму кепки после стирки, если она помялась. Бывает, что постирали кепку, достаем ее из стиральной машинки, а нас ждет вот такая помятая и деформированная кепка. И что же с ней делать? Но на самом деле секреты очень простые, и вернуть форму кепке очень и очень просто. Главное приступать сразу после стирки, и чтобы кепка ваша была еще мокрая или влажная. Но если у вас сразу нет времени, необходимо намочить кепку, чтобы вернуть ей форму. И мы помещаем нашу кепку на какую-то поверхность, схожую с ней. Это может быть глобус, это может быть трехлитровая банка, это может быть мяч. Но бывает, что таких предметов дома нет, и что же делать? А нужно взять совершенно обычное и любое полотенце. И что же мы делаем? Мы постараемся просто кепку, это полотенце, завернуть, скажем так, утрамбовать, чтобы наше полотенце приняло форму кепки. Мочить полотенце не нужно, мокрой должна быть только кепка. Ну вот, полотенце принимает форму кепки. Вот, какой она становится. Посмотрите, она сразу же выпрямилась. И оставляем полотенце в кепке на несколько часов, до тех пор, пока наша кепка не станет сухой. Но если вам очень срочно надо, то вы можете воспользоваться феном и просушить. Но если вы хотите, чтобы было все наверняка, чтобы не осталось ни одной вмятинки, можно кепку накрахмалить. Что мы делаем? Мы берем прохладную воду, и в эту прохладную воду мы высыпаем 100 грамм обычного крахмала. Все перемешиваем и добавляем еще горячей воды. Все это очень и очень тщательно перемешиваем в какой-нибудь большой емкости и опускаем нашу кепочку без козырька. Просто один раз опускаем и вынимаем из этой жидкости. После чего мы также ее нанизываем либо на глобус, либо на мяч, либо также можно сделать с полотенцем. И ваша кепка приобретет первоначальный вид. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok